Это польза дня по скрипту. Здесь мы говорим о том, что не уместилось в нашем большом основном выпуске. В Эфиопии почти 8 месяцев, как идет кровавая гражданская война. Войска федерального правительства атакуют северный регион Теграй. В самом конце июня местным повстанцам неожиданно повезло. Им удалось отбить столицу региона Макале. Незадолго до этого, видимо, предчувствия наступления повстанцев, в город покинули все служащие Временного правительства. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед попытался представить это поражение как одностороннее гуманитарное перемирие. Нынешний конфликт начался с того, что в ноябре 2020-го глава государства обвинила полченцев из Народного фронта освобождения Теграя в нападении на армейские казармы. В Теграе были введены войска. МФОТ – аббревиатура политической силы, бывшие союзники Абия Ахмеда по правящей коалиции, которая находилась у власти в Эфиопии с 91 по 2018, так вот они отказались войти в новую партию под руководством этого политдеятеля и ушли в оппозицию. За это Абий Ахмед решил наказать Теграя и все его шестимиллионное население. Новые временные власти региона, присланные столицы, заменяют госслужащих из местных Теграи, бежавших от войны, на представителей этнического большинства амхарцев, а оставшиеся меняют документы, убирая в них все следы родного языка тигринья и этнической принадлежности. Кроме того, к эфиопской армии и вооруженному ополчению из южных регионов, населенных крупнейшей в стороне народностью Амхара, присоединились войска соседней Эритрии, страны, которая когда-то была частью Эфиопии, но в результате многолетней кровопролитной войны отделилась от нее в начале 1990-х, получив независимость. Власти Эфиопии сначала пытались отрицать участие эритрийских войск в операции против Теграи, но потом скрыть этот факт уже не могли. Эритрийцам приписывают жесткие нарушения прав человека, включая этнические чистки и массовое сексуальное насилие. В регионе продолжается масштабный гуманитарный кризис. ООН неоднократно предупреждала, что сотни тысяч человек, включая 140 тысяч детей, находятся на грани голодной смерти. Но точно количество жертв конфликта установить сложно. Власти Эфиопии отключили в Теграе телефонную связь и интернет, а доступ СМИ в зону военных действий крайне затруднен. Поэтому журналистам и международным организациям приходится выяснять обстановку со слов теграйских беженцев в других странах. Несмотря на недавнюю победу повстанцев, взявших под свой контроль столицу Теграя Макале большая часть региона, до сих пор находятся под контролем федеральных войск, враждебных теграи, этнических группировок и эритрийских военных. Но даже если федералам в конце концов удастся подавить мятеж теграи, международному имиджу премьер-министра Эфиопии Абе Ахмеду уже нанесен непоправимый ущерб. В начале операции Абе, обладатель Нобелевской премии мира, обещал разобраться с повстанцами, отыграя быстро и бескромно, но вместо этого устроил бойню, в которой погибли десятки тысяч мирных жителей, больше миллиона стали беженцами, а еще сотни тысяч находятся в состоянии вынужденной голодовки. Вообще Нобелевка и Замир не раз промахивались, ну или попадали не в того. В 1939-м, всего за три месяца до вторжения Германии в Польшу и начала Второй мировой войны, на Нобелевскую премию мира был номинирован Адольф Гитлер. Сделал это член парламента Швеции социал-демократ Эрик Готферт Кристиан Брант. В своем представлении он назвал Гитлера посланным богом, борцом за мир, выразив уверенность, что диктатор способен привнести мир Европе, а может быть и всей планете. Это представление наделало немало шума. Несколько шведских университетов даже отказались от лекции Бранта. Парламентарий был вынужден оправдываться. Как оказалось, антифашист Брант решил, что выдвижение Гитлера на премию мира будет неплохой. И что ж, шутка удалась. Но Нобелевский комитет со звериной серьезностью внес Гитлера в официальный список претендентов на Нобелевскую премию мира. Он числится там и поныне в перечне из девяти номинантов 1939 года. Премия мира всегда вызывала немало споров. И главное, возражения связаны с тем, что Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека. Поэтому даже если какой-то политик получает премию мира за миротворческую деятельность, а потом оказывается вовлеченным в конфликт, то он все равно остается Нобелевским лауреатом. Что, в свою очередь, создает изрядные дипломатические проблемы. В 2009 году журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Рэнди Коэн, например, написал, что премия должна быть отозвана в тех крайних случаях, когда бывший лауреат постоянно действует вразрез с ценностями, которые в ней воплощены. Бывший секретарь Норвежского Нобелевского комитета Гейер Лунденстадт в книге «Секретарь мира» написал о том, что присуждение премии мира президенту США Бараку Обаме не оправдало надежд комитета. За что, впрочем, тут же и поплатился. Его обвинили в нарушении кодекса Нобелевского фонда, требующего хранить молчание о номинантах и о процессе отбора кандидатов на протяжении 50 лет. Сам Лунденстадт заявил, что не собирается извиняться, что все, что написано в книге, является чистой правдой, хотя ему и было нелепо сделать выбор между обязательствами перед Нобелевским комитетом мира и собственной совестью, как профессора истории. В прошлом году, еще находясь на своем прежнем посту, он достал на вопрос журналиста, считает он, что Барак Обама справедливо стал лауреатом, вот именно тогда ответил, тогда нам так казалось. А вот еще несколько спорных персонажей, которые этой премии удостаивались. Кордл Хаус стал лауреатом в 1945 году за работу по созданию ООН. Он занимал пост госсекретаря Соединенных Штатов при президенте Рузвельте с 1933 по 1944 годы. В 1939 он выступил категорически против того, чтобы корабль, на котором находилось 950 еврейских беженцев из нацистской Германии, мог зайти в американский порт. Его нежелание предоставить убежище вот этим всем людям, как сообщалось в некоторых источниках, было аргументировано тем, что им нельзя выдать туристическую визу, потому что у них нет обратного адреса. Многие пассажиры лайнера Сент-Луис, еще путешествие позднее было названо плаванием обреченных, после вынужденного возвращения в Европу погибли в годы Холокоста. Ясер Арафат тоже оказался лауреатом Нобелевки за заключение соглашений в Осло, которые должны были создать возможности для нового развития братства на Ближнем Востоке. Ну, с братством в итоге, как всем хорошо известно, мягко говоря, не сложилось, но премию обратно, увы, отозвать нельзя. Реакция на награждение Арафата была самой противоречивой. Джей Нордлингер, автор книги «Они называют это миром», «История Нобелевской премии мира», назвал его худшим человеком, когда-либо становившимся лауреатом вот этой вот самой награды. Чтобы сбить градус серьезности, я предлагаю вспомнить, что наряду с Нобелевской премией существует и Шнобелевская премия, которая присуждается за самые противоречивые открытия, которые заставляют нас улыбнуться. Но, например, в 2019 году известный итальянский шеф-повар, к сожалению, не помню его фамилию прекрасную итальянскую, он получил Шнобелевку за то, что утверждал, что пицца полезна для здоровья и что, если употреблять пиццу ежедневно, то мы избежим рака пищевода. Но обязательно в условии такая маленькая оговорочка – пицца должна быть произведена в Италии. Еще, если мы говорим о Шнобелевке, то в прошлом году чуть было Шнобелевскую премию не вручили Путину, наряду с Трампом, наряду с Лопесом Абрадором, наряду с Реджепом Тайпом Эрдоганом. И также в этот список номинантов были включены еще несколько президентов. Лукашенко, Гурбангул и Бердамухамедов, президент Туркменистана. Так вот, жюри Шнобелевского комитета утверждало, что вот вышеперечисленные политики использовали коронавирус в своих политических целях. Какой ужас. У нас все к данному часу. Увидимся и услышимся завтра в нашем большом выпуске «Пульсни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова